Мы оказываемся у татаро-монголов. Дыня Таргарян осваивает свои суперспособности. А именно, она за каким-то бесом положила яйцо дракона за ровню. Зачем? А потому, что там тут это не пояснено никак, а в книжке очень даже пояснено. Потому, что она решила, что если яйцо есть, там обязательно вылупится дракон, только его разогреть надо. Ну, как? Его же высиживают? Высиживают. Высиживать некому, значит, нужно положить в огонь. Толково. Я вот с куриными яйцами так неоднократно проделал. Положишь в огонь. Бэм. Красота, да. Ну, эти-то каменные, гиперпрочные, вообще превратившиеся в драгоценный камень фактически, поэтому в огне не разрушатся. Тем более, это же не куриное, а драконье яйцо. Они же огнеупорные, асбестовые все. Странно. На старте, когда я увлекся зажариванием всего и вся в гриле, я когда-то купил себе, помню, советскую микроволновку первую за 380, по-моему, рублей, какие-то дикие деньги. Женщина меня до сих пор забыть не может этого замечательного поступка, когда все деньги из дома унес на новинки технологий. Ну, и очень быстро выяснилось, что тогда никто не знал. И везде все думали, что это для приготовления пищи, а оказалось, что годится она только для разогрева. Да и то греет как-то мерзко. Ну, и я там как-то раз решил зажарить яйцо. Яйцо, оно как жахнуло внутри. Вся микроволновка покрылась ровным слоем желтка, запарились его отрывать. Ну, а когда гриле... А в грилях яйца готовятся, да. Вот там все, вообще все, что зажарено на открытом огне, оно настолько радикально отличается по вкусу от того, что на плите делаешь, никакого сравнения. Это знаешь, как в советской армии там жратву варят в такие котлы, они на пару, я уж не помню. Автоклавы. Да. Получается адское говно. Ну, как в детском садике, точно так же. Да-да-да. Ну, оно съедобное, но невкусное, вообще невкусное. А когда их ставят на какое-то там ТО и привозят полевые кухни, начинают на дровах готовить, то же самое говно обретает совершенно другой вкус. Все сжирается без остатка. Какая-нибудь гречневая каша такая отличная получалась, помню. Ну, так и тут яйца зажаришь. Так из них не вылупляется никто. Я к чему. Это драконовые яйца. А отаменевшего дракона, значит? Про микроволновку-то помнишь в Даунхаусе, как... Нет, я не смотрел. И напрасно. Секретарши решила яички в микроволновке разогреть. Обвалила стену, еще у дурдома, говорит, стена разрушилась, потом психа в две недели по городу ловили. Очень хорошее кино. Обязательно сегодня же посмотри. Оно короткое и замечательное. Хорошо. Потом будем цитатами вспоминать всякие чудесные. Хорошо. Ну, в общем, в книжке-то там объяснено. А тут-то только показано, как Халдрогу ее в Дагестайл прет, и она смотрит на свечи и на яйца. Только не на мужа, а на драконовые. И, так сказать, подпитывается мощью. А в книжке у нее постоянно пытливый ум, эксперименты. Должны быть драконы. Ну, как? Мы ж Таргаряна, мы ж драконы. Может, я высижу? Черт его знает. И она все время пытается проэкспериментировать. В конце, когда дракону вылупится, это же получается конец ей алхимических опытов, когда она сложила все необходимые условия, что нужно жизнью пожертвовать обязательно. Вот. Как минимум одной. Тогда, может, что-то получится. Вот тогда у нее получилось. Вот, собственно, она пытается яйцо подогреть пока просто так. Первая стадия эксперимента. Ну, и прибегает ейная служанка. В кино выглядит как-то глупо. За каким бесом ты его туда засунула вообще непонятно. Не мотивировано. Не-не-не. Все рассчитано на людей, которые книжку читали. И страшно прутся.